Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я Эдуард Лачев и Олег Крот. Рады приветствовать вас на ежедневном брифинге 11-часовом. Ставки сделаны. Рады приветствовать вас от лица компании, компания Кетфинанс. Давайте посмотрим, что у нас происходит сейчас на рынках. В первую очередь хочется отметить то, что, к сожалению, речь Бернанке вчера разочаровала инвесторов. Скажем так, она разочаровала их, потому что завышенные ожидания не были оправданы, в результате чего пошла фиктация позиций по рынкам. И по золоту, вот вы сейчас на своих экранах видите крушение золота, да, это такое локальное крушение золота, которое произошло весьма быстро, буквально там хватило регулярных сессий торгов, чтобы так рухнуть. Значит, по золоту, говорят, сработали роботы по закрытию позиций, друг друга обгоняли, и вот этот небольшой крах и получился. По остальным инструментам все не так ужасно. Здесь все таким образом. Значит, что хочется сказать? А, собственно говоря, без паники, да, без паники. Давайте посмотрим, как золото будет продолжать торговаться дальше. И хочется отметить, что, в принципе, несмотря на то, что, конечно, новости играют на рынок, но существуют определенные фундаментальные причины, по которым, собственно говоря, одеваться нам некуда, как идти вот в эту сторону. И в текущий момент фундаментальные причины говорят о том, что деньги печататься будут, да. То есть, правительство могут сейчас начать заявлять, что нет, мы это не будем делать, но они все равно это будут делать. Деваться некуда. Нет других рычагов воздействия, краха никому не надо, крах никому не интересуется. Для того, чтобы это понять, изучите хотя бы историю последнего кризиса, посмотрите, как действовали центра банки стран, и вы поймете, что, в принципе, единственным рычагом и мерой, которая была, это печатание денег, это выдача кредитов финансовому корпоратуру, которые оказались в тяжелой ситуации. Вот. И это все будет продолжаться. Откаты могут быть. Вот это сейчас на ваших экранах фьючерсный S&P. Значит, на данный момент, как вы видите, мы подошли к линии тренда, такой глобальный, вернулись к ней, дальше посмотрим. Но в целом мы считаем, что на данный момент тренд вверх все еще продолжается, он еще не погашен, и, собственно говоря, деньги будут печататься и дальше. Вот. Будьте аккуратнее, будьте осторожнее. Это, конечно, обязательно выставляйте стопы. То есть, например, если мы говорим по тому же золоту, да, вот смотрите, да, мы говорили, а, да, есть цель 1800, фактически мы ее, снова золото, да, есть цель 1800, фактически мы ее достигли, да. Я вчера говорил, что здесь будет, как минимум, остановка, да. Потом, в принципе, золото может дойти до 2000 с остановками 1900. Это все было сказано. Вот. Для тех, кто сидит в тренде очень давно, там, да, то есть, я тут и по евро говорил, да, то вы можете, в принципе, оставаться в этом тренде. Для тех, кто входил в этот тренд на близких уровнях, понятно, что, может быть, коррекция надо фиксироваться, потому что это достаточно серьезный уровень, и мы о нем говорили в последние полтора месяца. Вот. Посмотрим тоже та же сортилочка по евро. Вы помните, что по евро я вчера говорил, что на этих уровнях мы должны фиксироваться, вот здесь мы вчера торговались в тот момент, когда мы это говорили, что если вы заходили в позицию где-то на уровне 32,5, например, да, то вот этот уровень вчерашний получился максимальный уровень, да, если глядя назад, то этот уровень, тот уровень, на который надо фиксироваться, потому что цель была 1,35, мы ее достигли. Значит, если вы заходили с уровней раньше, например, с уровней, где-то уровень, с уровня 29, например, да, с этого уровня заходили в ланге, то я говорю, что, в принципе, вы можете оставаться в этих лагах и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Да, мы можем в позиции где-то 1,33, 1,32, будем смотреть, как происходит, но в данном случае ставка на то, что дальше мы пойдем к уровню уже выше, там, 1,38. Вот, но перед этим вот не знаю, что мы сразу пойдем, да. Вот таким образом, те, кто заходил на уровнях 1,32, 1,32, 50 вчера зафиксировали свои ланги, свою прибыль, вот те, кто заходил и раньше, я так понимаю, еще держат эти ланги, в принципе, запас прочности есть, поэтому можно спокойно писать, посмотреть, как ситуация развивается, и уже решить оставлять эти ланги или, в принципе, фиксировать их. Хочется выразить внимание на нефть, на нефти картинка следующая, да, она падала, потом вот корректировалась, сейчас мы торгуемся на 107, я говорю про нефть Крут Лайт. Если вы помните, мы вчера с вами говорили о том, что находились мы в тот момент где-то, так, где-то вот в этой, боюсь, сейчас, чтобы ошибиться, где-то в этой, сейчас, секунду, буквально. Вот 11-часовой брифинг, где-то мы вот здесь с вами находились, да. Так, вот в этой точке мы находились, чтобы быть точным. В принципе, я говорил, что может быть закрытие ГЭПа, тот, который был, да, ну, видите, по минимуму закрылись, а до 3-й мы не дошли, закрыть, а потом мы постараемся протестировать уровень 106. То есть, как вы видите, план перевыполнил, да, то есть мы не только 106 протестировали, мы ушли до 105, вот, но в целом потом вернулись. Общее настроение на рынке все же растущий остается, и долгосрочный тренд пока растущим сохраняется, как понятие, так и другим инструментом. Вот, колбасить может, но на данный момент я бы не рекомендовал вам открывать шарты. Следующая, с нашей стороны, рекомендация, это лонг, закрытие лонгов, то есть, если хотите торговать, играть, если вы позиции набирали с самого начала тренда, то, пожалуйста, удержите эти позиции, потому что пока еще кардинально там говорить о том, что у нас, в принципе, что-то там изменился, благосрочный тренд сменился на падающие. Оснований пока в текущий момент нет ни по фундаментальным экономическим соображениям, ни по техническому анализу. На этом я передаю слово Олегу. Олег сейчас расскажет про российские рынки, как, собственно говоря, ситуация внешних рынков отразилась на России, может быть, у нас продолжается действовать внутренние события. Олег, давай посмотрим. Доброе утро. Ну, сначала о том, что вчера произошло, мое мнение. Рынки очень у нас часто, скажем так, реагируют странно, да, какие-то ожидания завышены. Вот. И вчера была как раз такая же ситуация. Стали реагировать на то, что КУЕ-3 не будет. Все ждали, что чему-то Бернанке должен заявить именно на этом заседании о КУЕ-3. И когда он об этом не сказал, все посыпалось вниз. Но на самом деле, по логике, смысл сейчас запускать КУЕ-3, когда у нас есть программа от ЕСОБ, которая рынки поддерживать будет как минимум еще несколько месяцев. И никакого смысла сейчас запускать КУЕ-3 нет. Скорее всего, КУЕ-3 будет запущен в мае-июне, для того, чтобы до выборов американских поддержать рынки. К тому времени уже программа от ЕСОБ, вот эта, которую сейчас мы на 500 миллиардов видим, она уже будет не так на рынке действовать. Одновременно запускать две программы нет никакого смысла. Но какие-то участники рынка, скорее всего, это так называемая толпа, ждали что-то от Бернанки именно сейчас. И сейчас они в ужасе пытаются закрывать позиции. Ну а крупные участники им подыгрывают для того, чтобы зайти в рынок по более низким ценам. Примерно так я понимаю сейчас ситуацию на рынках. Поэтому, скорее всего, и в марте Бернанке ничего о КУЕ-3 не скажет. А вот в апреле уже может быть программа не объявлена, запущена она в мае-июне. Примерно вот такая ситуация. Ну и все это время мы будем расти с какими-то откатами. Вот такого отката, как сейчас плана. Такие откаты будут происходить. Давайте перейдем на рынки, посмотрим, что там происходит на нашем рейтинге. Пока видно, что ничего здесь не происходит. Торгуемся мы с точки зрения техники вот в этом коридоре. Такой сценарий я тоже предполагал, о нем мы говорили, что пока 1600 мы наверх не прошли. Здесь есть вариант торговли в этом коридоре. Также с точки зрения техники тренд пока остается восходящий, поэтому о шортах здесь речи не идет. Если перейти на графики, то у нас пока нет рекомендаций. То есть все по-старому, долгосрочные позиции можно удерживать. Цель все там же, это 205-210. Краткосрочные пока нет рекомендаций, потому что пилы их все будет вышиб. По Сбербанку похожие ситуации. То есть долгосрочные позиции это удерживаем стопы ниже 95. Краткосрочные не рекомендуем, потому что пила пока будет продолжаться. И все стопы так же будут вышибать. Второе, что с текущих уровней рекомендовали мы покупки. И стопы ниже 5,5. Долгосрочная позиция с целью 6200-6700. По лукойлу вчера была неплохая информация по лукойлу, по итогам работы. И на этом лукойл выглядел хорошо. Сегодня он с месяц рынком откатился. Наши рекомендации с этих уровней на покупку оставляем в силе стоп ниже 1820. По Роснефти пока нет никаких рекомендаций. Роснефть стала слабо выглядеть после того, как появился на выкуп. Это 212 рублей у акционеров. По этой причине Роснефть есть шансы на 235 сходить. Но после этой информации, скорее всего, мы будем двигаться вот в этом коридоре, что мы сейчас наблюдаем. Ну, РТБ по традиции слабее рынка. Периодически бывают какие-то всплески, но в целом РТБ явно слабее рынка. И покупки здесь либо от 7 копеек примерно вот в этой зоне, либо если мы будем пробивать верхнюю границу этого коридора. Ну, всем знаком уровень 7,4. Там с небольшими слабыми какие-то варианты для входа могут быть. По Северстали. Северстали здесь у нас подрастало на новости о том, что будет выкуп акций проводиться, и эти акции будут погашаться. То есть акции будут меньше на рынке. По этой причине какое-то движение наверх пошло. Но уровень 450-460 мы так и не прошли, поэтому здесь надо смотреть варианты для прохождения этого уровня и предпринимать какие-то действия. В Сургуту последняя рекомендация была 29.8 покупать. Стоп сейчас можно без убыток поставить и смотреть, что будет дальше. Потому что вполне реально, что после прохождения 30 Сургут может на 31 сходить, поэтому эти покупки можно удерживать. Ну, индекс фьючерс РТС. После нашей операции, напомню, это из краткосрочных, это с этих уровней покупка и фиксация у 173, часть подвеса, но часть подвеса здесь по безубытку зафиксировалась. В текущий момент краткосрочных рекомендаций нет по фьючерс РТС. Из долгосрочных также это лонги и стопы, если фьючерс будет уходить нежели 160-7 тысяч. Так, ну, про рубль давно не говорил. Недавно меня спрашивали, что будет с рублем, но вот я сказал, что по фьючерсу примерно мы пришли в ту зону, от которой рубль может перестать укрепляться, начнется ослабление. Вот мы примерно такую тенденцию сейчас наблюдаем и думаю, еще если будет движение какое-то вниз, то это 28-70 в лучшем случае. Но в целом теперь у нас тенденция изменилась и будем либо в боковике, либо будем расслабляться постепенно. Вот такая ситуация. Поэтому пока все по-старому, ничего такого форс-мажорного не произошло, кроме неоправдавшихся ожиданий участников рынка и мелких причем участников. Поэтому в целом рост дальше продолжится с откатами, так что ничего страшного у нас сейчас не происходит. По поводу НОНК вопрос. Почти весь февраль идет против рынка, закрылся на минимумах, вообще не похоже на глобальный даунтренд. По поводу НОНК у нас долгосрочная позиция, напомню, там от 73 стоп по 68, ну и цель я тоже называл 90. Явно сейчас какой-то продавец, но я не скажу, что это какой-то серьезный даунтренд в НОНК пошел. Просто какой-то продавец с выборами пытается сесть доказательства, скажем так, позиции. Если с монографика, то просто это коррекция вот этого роста идет. Мы даже не откорректировали еще 61,8 по февронам, поэтому говорить о том, что это серьезный даунтренд по НОНК, я не стал. То есть сейчас в этой зоне как раз мы находимся, может быть, разворот. С точки зрения тех, кто на ЛМК еще не находится, здесь надо ждать подтверждения, то есть пробития вот этого тренда. Тогда можно открывать позиции. Если позиции уже открыты, ну стоп, я сказал, это если не 68, пойдем. Здесь надо позиции закрывать, смотреть, что будет дальше. Так, ну вот в целом и все. Давайте, помечил еще вопрос. Так, давайте помечил, расскажу. Где он у меня? Вот он. Помечил, что в последнее время мы не знаем, в текущий момент, что здесь наблюдается. Ну, нравится боковик, который все видят. И в этом боковике открывать лонги в текущий момент не стоит. Здесь все очень просто получается, что если мы будем пытаться проходить наверх вот эти уровни, появятся объемы хорошие, тогда стоит в Мечил заходить. В текущий момент здесь ситуация неопределенная. Гвард, ты еще что-то хотел сказать? Да, я хотел сказать, значит, по поводу золота. Здесь у нас был такой вопрос, как поживают ваши инвестиции в золото. Лочь уже пробежал, это вопрос и сразу улыбка. Просто быстренько вернемся на рабочий стол, где есть золото. И вот я просто напомню о том, о чем мы говорили. Первое, значит, еще раз. Если мы очень близко открываем позиции, то в принципе их надо закрывать, а не ждать дальше. Если вы помните изначально, когда мы по золоту сказали, что в принципе начался глобальный тренд вверх, то это было вот в этой зоне, в этой пиле. Средние позиции были открыты по 1720, рекомендованные позиции 1725. Глобальный стоп ставился на уровне 1700. Когда рынок ушел вот сюда, в брифингах в принципе все записи есть, вы это можете посмотреть. Я сказал, что в общем-то вы можете уже переносить позиции на безубыток, потому что если не судьба дальше расти, то мы ударимся обратно в безубыток. Поэтому в данном случае, вчера же было сказано, что 1800 это тот уровень, на котором мы остановимся. Скорее всего дальше пойдем вверх. В общем-то в этой остановке вам уже решать, фиксировать вам прибыль или оставлять. Значит, в самом худшем случае операции по золоту с уровня 1625, они в ноль. Это в самом худшем случае. Поэтому про лосей убытки в принципе, я думаю, говорить здесь не приходится вообще никому. Вот такая ситуация. В общем-то я на вопросы ответил. Значит, еще какие-то у нас вопросы есть, давайте посмотрим. Где откупать теперь золото? Давайте сделаем следующим образом. Значит, сейчас все путаются в показаниях по поводу того, что произошло на золоте в принципе вчера. Что же это действительно, это роботы, это целенаправленная продажа крупных участников. Сначала с этим разберемся, потом уже решим. В принципе, в целом я считаю, что деньги будут продолжать печататься, денежная масса будет расти и соответствующее золото, которое в первую очередь реагирует на предложение денег на рынке, оно тоже будет как минимум стоять на уровнях, на них и те же 1600, вполне хороший вроде, либо будет подрастать и дадем мы и 2000, пойдем мы и дальше вопрос на какой-то горизонт. На данный момент я рекомендовал бы пока воздержаться, быть вне золота, давайте посмотрим, как он отыграет эту ситуацию, эту картинку. Да, мое мнение тоже еще добавлю по золоту, что на самом деле просто эта игра крупных участников против мелких, воспользовались они тем, что Бернанке сказал о том, что новых мер не будет в ближайшее время, ну и, соответственно, быстро вывели золото на более низкий уровень для того, чтобы продолжать покупки. Примерно такая схема. Да, я вот здесь не знаю, у нас вот участник сегодня один очень активный, АМЗА, задним числом все умные, я не понял, к чему это относится, значит, по поводу заднего числа, у нас все брифы записываются, в принципе, и у нас с Олегом, да, мы не являемся аналитиками, да, вот, и у наших уважаемых аналитиков, и Дмитрия Шекардина, и Василия Невзакиенко, вот, так что вы в любой момент, в принципе, можете посмотреть, и посмотреть, что мы говорили, в каком периоде, да, то есть, так что по поводу заднего числа, я надеюсь, это не к нам, да. Все, всего доброго, у всех трейдов, инвестиций, вот. Увидимся завтра, в пятницу, завтра, вы знаете, последний рабочий день этой недели, поэтому не забывайте приходить на работу в casual по старой традиции Уолл-стрита. Всего доброго, до свидания. До свидания.